Компания Король представляет Компания Корректор А.Кулакова Композитор Франциско Кабрухас Операторы Рафаэль Нунис и Доминго Фуэнтес Продюсер Анна Весоса Режиссер Хосе Алькальде Кто этот человек? Я должен его увидеть! Его убили! Эти подонки убили его! Ты не можешь появиться перед полицейскими, как серебряная лилия! Это точно! Послушай себе, Нигну! Хосе! Хосе, любимый! Осторожно, держись подальше от яхты! Опусти пушку, сволочь! Опусти, я сказал! Никогда тебе меня не поймать, полицейский! Батиста, сдавайся! Ты окружен! Этой подставой я тебе до конца жизни не прощу! Антоха! Надо выловить Фонсеку, он в воду упал! Это что-то, котик! Кто бы мог подумать, что я лично поставлю тебе последнюю визу на нары! Наслаждайся! Нет! Нет, Хосе! Ну зачем? Зачем тебе это понадобилось? А ты что здесь делаешь, Соса? Кто этот человек? Хосе, Мануэль Севилья? Простите, можно? Хосе, Мануэль Севилья? Что? Что это значит? Ты? Сынок! Все так и должно было закончиться! Нет! Нет! Ты не можешь умереть, капитан! Нет! Нет! Больше не надо! Вы меня убьете! Не надо! Отпустите меня! Мы тебя обязательно отпустим, Рокки! Но сперва ты должен признаться, мы сдадим тебя в полицию! Да, тебе конец, Рокки! Смотри, даже на рейда против тебя! Я пойду в полицию, расскажу все, что знаю! Тени! Предательница, ты ничего не знаешь! Не оскорбляй ее! Не оскорбляй человека! И, между прочим, я тоже им скажу, что это вы с Олимпией все спланировали! Давай, тяни сильнее! Нет, хватит! Заткнись, Рокки! Я все скажу, потому что слышала, как ты сказал, что надо убрать Висента, чтобы обвинить нимфу! Скотина! Как ты посмел? Из-за тебя я оказалась в аду! Крути сильней! Хватит! Успокойся, нимфа! Я не виноват! Ладно, это бесполезно! Он все равно ничего не скажет! На рейда, останься с ним! А мы поедем привезем полицейских! Ну и что? Где Валентина Вильонуэва? Да! Я хочу видеть ее немедленно! Она мне нужна! Да, я понимаю! О, Боже! Какая все-таки безответственность! Сеньора, минуточку терпения! Беатриса уже пошла за ней! Вивиана, мы запишем этот ролик! И ты отвезешь его в Майами без всяких проблем! Посмотрим, посмотрим! Нет клипа, не будет и денег! Вот незадача! У меня ведь столько обязательств! У меня на носу открытие нового магазина на Пятой Авеню в Нью-Йорке! В Нью-Йорке? Да! Ты смотри, сразу видно, что синьорита успешный бизнесмен, правда? Ты не беспокойся, Вивиана! Мы люди серьезные! Представь себе, я тоже красавчик! Легкомысленный в трубу выливает! Так что мне ждать некогда! Мне нужна Валентина Вильонуэва! Сейчас же! По-моему, синьора, ваша встреча не состоится! Смотрите, Валентина и Олимпия Вильонуэва взяты под стражу! Подонок! Теперь, Рокки, ты узнаешь, что значит мучить других! Вот попадешь в тюрьму, помучаешься там без хорошей еды, без хорошей одежды, и мы посмотрим, как эта змея Олимпия тебе поможет! Нерейда! Нерейда, развяжи меня! Выпустятся! Нерейда, мы ведь с тобой одной крови! Так было и так будет! У нас с тобой ничего общего с этими синьорами! Нет, Рокки! Ты меня не уговоришь! Я все расскажу полиции о том, что творили ты и эта ведьма Олимпия! Нерейда! Больше того, я им расскажу, что я слышала, что это вы отправили в небеса отца толстухи! Нет, ты не посмеешь сделать это? Еще как посмею! И это, и еще многое другое! Рокки, мне надоело, я устала, я все им расскажу! И про шоколадные конфеты для толстухи, в которых была трава, и про супчик, который скормили кошки Пандоры, а потом она умерла! Ты ведь приготовил его? Да, да, но послушай меня, Нерейда! Ну вот, сейчас не я умру, а ты! Нет, нет! И умрешь ты не от старости, предательница! Пусти меня! Пусти! Что это значит, Олимпия? Валентина и Олимпия арестованы? Да, Олимпия обвиняют в убийстве сеньора Луиса Филиппе Виллинуева! А Валентину посадили за то, что она убила некоего судью Гомеса! Я только что слышала об этом в новостях! Нет, подождите, я ничего не понимаю! Как это может быть, что Валентину посадили за убийство Гомеса? Насколько я знаю, это дело заведено на Белю Делароса! Ну да, разумеется! Но что, если они сообщницы? Нет, нет, сеньора, дело в том, что Валентина Виллинуева и Белия Делароса одно и то же лицо! Худышка надевала специальный костюм и казалась толстной! Это что же, моя модель, сплошной маскарад? Нет, 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 нет! Ты что? Ты что? Снимите ее с меня! Снимите с меня, пожалуйста! Ты подонок, такой же, как Олимпия! Вот мне ничего и не будет, а ты наоборот, ты будешь гореть в преисподней, потому что я на стороне правосудия, на стороне сеньоры Виллинуева! Убью! Я тебя убью, предательница! Отпусти! Тебе конец, я тебя убью, я сверну тебе шею, как цыпленку! На помощь! Рокки хочет меня убить! Отпусти! Когда эти придурки вернутся, они не найдут здесь ничего, кроме твоего трупа, только твой труп! Нет, это ты сгниешь в тюрьме! Рокки, клянусь тебе! Ошибаешься, люди с деньгами в тюрьме не сидят! Дурак! У тебя нет денег, ты же нищий! Это ты так думаешь, служанка? А ты вот послушай меня, ты послушай! У меня полно денег, у меня наследство толстухи! Так значит, ты не только лишил ее родителей, но и наследство тоже! Да, я потрачу эти деньги, как захочу, и ты будешь лежать в земле сырой! Нет! 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 Хуан-Анхель, я настаиваю! Это безумие! Ты ведь еще болен! Правда, папочка! Вдруг у тебя снова будет приступ! Это опасно! Если я не выйду отсюда, может случиться несчастье! Ты не можешь уйти! Не оставляй меня, любимый! Потерпи, Хосема! Ты должен выкарабкаться! Ты должен справиться с этим! Я уже закончил свое плавание! Вы должны смириться, чтобы я мог уйти с миром! Хочу только сказать вам, что я вас люблю! Очень люблю! Ты это сделал, Хосема сделал! Хуан-Анхель! Папа! Папа, ты что, выздоровел? Папа! Ты смертельно ранен и по моей вине! Сосе, есть разговор? Нет, Франклин! Ну уж нет! Не сейчас! Франклин, пойдем! Нужно обработать рано! Сосе, я не знал, что серебряная лилия это Хосема. Его нужно было остановить. Вовсе нет! Это ужасная ошибка! Ошибка и несправедливость! Потому что серебряная лилия, которого ты ищешь, это я! Это же прекрасно, что серебряная лилия мертв. Негодяя давно надо было убить. Побрый ворюга, он столько раз меня обворовывал. Замолчи, Олимпия! Придержи язык! Если бы ты знала, кто он такой, ты бы никогда так не говорила! И вообще, серебряная лилия не погиб! И никогда не погибнет! Надо бы тебе сказать ей, кто он! Пусть бы она помучилась! Нет! Слишком много ей чести знать такие вещи! Беатрис, я должна выйти отсюда! Мне нельзя оставаться здесь ни минуты! Я должна узнать, как там серебряная лилия! Синьор, Олимпия на выход! Вам нужно дать показания! В ленилье! Пожалуйста, скажи мне! Как там серебряная лилия? Пожалуйста! Он при смерти! Но самое главное, что мы теперь точно знаем, кто он! Это Хосе Мануэль Севилья! Что? Хосе Мануэль? Нет! Нет, что ты! Нет, 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 нет! Не может быть! Ты схватил не того преступника, Коренья! Серебряная лилия – это я! То, что ты говоришь, не имеет смысла! Мы взяли Хосе Мануэль Севилью с поличным! Орестес! Орестес! Зачем на себя наговаривать? Папа! Я не могу допустить, чтобы пострадал невинный человек! Смотри, Коренья! Я занимаюсь этим уже больше года! Вот и посчитай! Серебряная лилия появилась раньше, чем Хосе Мануэль Севилья вышел из тюрьмы! Придется проверить эти сведения, потому что если это правда, значит, Хосе не преступник! Но это же просто! Кто здесь имеет такие возможности, что может свободно попасть на любую вечеринку высшего общества? Я! Орестес, я не могу поверить! Мой брат вор? Преступник? Я не понимаю, зачем тебе все это нужно? Ведь все улики указывают на Хосе Мануэля! И тебе придется потрудиться, чтобы доказать, что это ты, Серебряная лилия! Пойдемте! Орестес такой же смелый, как его одевец! Проклятие! Они должны мне поверить! Серебряная лилия – это я! Я! Успокойся, Орестес, успокойся! Пойдем, выпьем чего-нибудь! Пойдем, пойдем! Подождите, я пойду с вами! Папочка, извини меня, но знаешь, после этой парилки мне, как минимум, нужно выпить виски, папочка! Иди! Саса, пригляди за папой, я сейчас вернусь! Подождите меня! Мне очень жаль, Саса, только такая женщина, как ты, достойна такого героя, как он! Пропал мой капитан, Хуан Ангель! Пропал мой любимый капитан! Хосе? Но Хосе не Серебряная лилия! Тогда я не понимаю, почему полиция считает, что это он, лилия? Может быть, у них есть какие-то доказательства? Беатрис, ты ведь знаешь, что Серебряная лилия – это не муж моей тети! Это Орестес! Ну да, я это знаю! Это просто невероятно! Ты ведь была с ним, ты его любишь, а сейчас носишь его ребенка! Да, но у меня такое чувство, будто меня обманули! Этого я Орестесу не прощу! А ты помнишь, что в любви и на войне все следства хороши! И потом Орестес такой упрямый! Он всегда добивается своего! Поэтому он и стал для всех супергероем! Валентина! Валентина, у меня для тебя плохие новости! Что случилось? Я ознакомился с твоим делом! У нас нет никаких шансов! Даже не знаю, как тебя вытаскивать отсюда! Там все улики против тебя! Слушай, Пачека, ты сделай вот что! Найди секретаршу судьи Гомеса! Пандора мне сказала, у нее есть доказательства, которые могут вывести на настоящего убийцу! По всему выходит, что его ослала Олимпия! Да? Ладно! Нет, Хосе! Я ни за что не хочу потерять тебя! Ты знаешь, что я сделала с твоим прощальным письмом! Я его выбросила! Нет! Нет, нет и нет! Ты останешься жить! Ты останешься со мной! Нет, Хосе, милый! Я просто не смогу жить без тебя, любимый! Я ни за что не соглашусь на то, чтобы ты стал для меня лишь воспоминанием! Ты знала с самого начала, что этот день наступит! Да, но не сегодня! И не так! Я надеялась, что это будет потом! Через очень много лет! Когда за твоей спиной будет долгая жизнь! Но чтобы умереть от пули в грудь! Нет! Почему? Почему? Почему, Хосе? Почему ты сам искал смерть? Почему не подождал, когда она сама придет за тобой? Потому что ждать, это не по мне! Потому что я никогда не боялся смерти! Это ведь... лучший способ прожить так, чтобы принести пользу! Знаешь, Цосан... Меня ведь... Все считают героем! Ну, может, не все! Хотя бы мой сын! Я его спас! Я его спас! Знаешь, что это означает? Это означает, что твой сын лишится радости общения с тобой! Он никогда уже не подарит тебе одеколон в родительский день! Или галстук на Рождество! Я создал легенду о серебряной лилии! И я уношу ее в макеу! Ну, так что, капитан? Можно узнать, зачем ты это сделал? Зачем ты решил сесть в тюрьму вместо меня? Почему ты так хочешь выдать себя за серебряную лилию? Потому что... Это меньшее... Что отец может сделать... Ради сына! Пантуха, я смотрю, ты переживаешь больше, чем я! Это же простая царапина! Пуля едва меня задела! Так что можешь рассчитывать на меня в любое время! Не возражаю! Эта операция закончится только тогда, когда мы схватим негодяя Фонсеку! У него жизней больше, чем у кошки! Я приду сейчас! Возьму только показания у Хосе Мануэля! Дайте! Кто бы мог подумать? Я даже не представлял, что серебряная лилия так близко от меня! Да, определенно мой нюх полицейского... ...меня подводит! Мой милый! Господи, спаси и сохрани! Что с тобой? Миленький! Слава Богу, ты живой и невредимый! Ты нас так напугал! Со мной все в порядке, легкая царапина! Приятно знать, что тебя любят! Спасибо, что пришла мама! И тебе тоже консулита! Спасибо! А как же я? Ты неблагодарный! Я там чуть не умерла от желания тебя увидеть! Ты пришла, Чики! Как я рад! То, что отец сделал бы для сына... Хосе Мануэля, что ты хочешь мне сказать? Мой земной путь почти окончен! Но я хочу уйти, очистив свое имя от грехов! Не говори так, Хосе! Прошу тебя! Ты же сильный! С тобой не случилось ничего необычного! Ты скоро встанешь с этой постели! Соса, пожалуйста! Оставь нас с ареста самодних! Я должен много времени объяснить! Постой! Постой, капитан! Я знаю, что ты любишь меня как сына! И от всего сердца благодарю тебя за это! Но ты должен кое-что понять! Свои проблемы я всегда решаю сам! И сам несу ответственность за свои поступки! Когда я начинал действовать под именем Серебряной Лилии, я прекрасно знал, что когда-нибудь все это закончится! И в тот день мне придется сказать всю правду! Так позволь же мне сказать ее! Позволь мне сдаться! Ты как и Ментреги! Сейчас уже ты должен позволить мне быть хоть чем-то полезным! Должен дать мне возможность подарить тебе свободу! Подарить тебе жизнь! Один раз я это уже сделал! Хосема! Ней Богу, я не понимаю! Я виноват перед своим сыном! Я не видел, как он рос! Не водил его в школу! Не рассказывал ему истории о моряках! Так позволь мне Сделать для тебя хоть это! Слушай, капитан! Я не знаю, о чем ты говоришь! Честное слово, я не понимаю, почему ты чувствуешь себя в долгу передо мной! Потому что это так! Позволь мне уйти с иллюзией, что я что-то сделал для своего сына! Не отнимай ее у меня! Хосема! Что все это значит? Это значит, что тот, кто лежит перед тобой, тот, кто уже одной ногой в могиле, любит тебя больше собственной жизни! Потому что я твой отец! Франклин, милый! Можешь мне сказать, как там ваша операция? Вы схватили лилию? Да, мы задержали серебряную лилию. Оказалось, что это сеньор Хосема. Он сейчас здесь. Тяжело ранен. О, Господи! Я сейчас же должна пойти к моей куме! Какое несчастье! Пойдем! А знаешь, что, моя дорогая? Когда я был на этой операции, я только и думал, как мы... Не знаю, как ты это сделаешь, мой дорогой, но знаешь, мне очень не хочется стать вдовой Каренью. Я хочу за тебя замуж. И чтобы была фата, венец, шампанское, цветы, рис и все прочее. А ну, Чики... Я хочу быть твоей женой, мой крокодильчик. Послушай, Чики, разве вы с Вильяной, не в церковь увенчались? Нет, 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 нет. Нет, мы с ним не обвенчались. Священник уже хотел объявить нас мужем и женой, и я упала в обморок. И, в общем, мы так и не обвенчались с ним. А я хочу, чтобы у нас с тобой было благословение Господа. Я хочу, чтобы мы с тобой были одним целым и никогда, никогда не расставались. Никогда. Я хотел застать вас вместе. Теперь я могу пришить вас одновременно. Я... Я не могу в это поверить. Это не может быть правды. Нет. Как это может быть, что я твой сын? Я познакомился с твоей мамой в одном баре. Я влюбился в нее без памяти. Говорили, что у Марии Хакины самые красивые ноги на калибрах. Я влюбился и забрал ее на свой корабль. Однажды она сказала, что ждет от меня ребенка. И что ты... Что ты сделал? Ты... Ты женился на ней? Как получилось, что я ношу фамилию Вильяну Эба? Я был пьян. И я ей не поверил. Потом наш корабль затонул. Она и Рокки сумели спастись. Они выплыли на берег. А меня нашли где-то рядом с обломками парусника. Обвинили в смерти Грека и его жены. И ты просидел 25 лет за преступление, которого не совершил. Да. Меня лишили возможности увидеть моего сына. Рокки все знал. Это он сказал мне, что ты мой сын. Для Марии Хакина ты стал ключом. Помог войти в семью Вильяну Эба. Нет. 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 То есть, значит, вся моя жизнь это сплошной обман. Одна долгая ложь Рокки Рокки все знал. Потому что он мне он мне рассказывал рассказывал истории про тебя про твои приключения. Когда я был маленький я восхищался тобой не зная что ты есть мой мой отец. мой отец. Как ты могла устроить мне такое Мария Хакина Креспо? Какое же ты чудовище! Сын, как это не тяжело. Ты должен верить моим славам. Если что, меня и поддерживало в этой тюрьме все эти долгие 25 лет. так это желание увидеть тебя увидеть лицо увидеть лицо моего сына. Я никогда никогда не прощу своей матери того, что она сделала. Я никогда не прощу ей того, что она отняла у меня возможность видеть родного отца. Ах, как мне хочется всадить вам обоим по пуле. Вы оба у меня в долгу. Слушай, Фансека, в клинике полно полицейских. Рано или поздно они тебя найдут. Если ты нас убьешь живым, отсюда не выйдешь. Ты достойная дочь уличной шалавы. Кому бы еще пришло в голову лечь в постель с этим? Тебе до него далеко, скотина, потому что Франк настоящий мужчина. Заткнись! Заткнись! Единственным мужчиной в твоей жизни был я. Меня ты не забудешь. Не смей оскорблять мою женщину крыса. Глаза мои тебя не видели. Никуда я отсюда не пойду, пока мне не сделают перевязку. А потом я подумаю, что с вами делать. Давай, Кореню, вызови сюда врача. Нет, Франклин. Спокойно. Франклин, пожалуйста. Я тебе не посыльный. Нет, Франклин. Я тебя задавлю, как червяка. Осторожно. Франклин, Франклин. Нет. Слава Богу, с тобой все в порядке. Тебе больше не нужно прятаться. Стало известно, что в смерти Луиса Филиппа виновата Олимпия, то есть Мария Хуакина. Слушай, Чесноченко, вот это да. Ты что, не рада, милая? Я даже не знаю, но мне очень страшно, что она выйдет оттуда и начнет меня искать. Я не хочу. Нет, нет, мое сердечко, тебя больше никто не обидит. Твоей матери придется очень долго просидеть за решеткой. Тебе больше нечего бояться. Тебе-то какое дело? Ты кем себя считаешь? Ее отцом, что ли? Пандора, ты должна решить, или этот тип, или я. Роман, прошу тебя, Роман. Ты понял, кто ты, корень? Неудачник, жалкий клоун. Пускай слюни из-за бабы. Я тебе эти слова вопью, тебе же в глотку. Франклин, прошу тебя, прошу, осторожно. Франклин, пожалуйста, Роман совсем с ума сошел и может тебя убить. Сейчас ты получишь. Франклин. И что дальше? Франклин. Убьешь меня? Убьешь? Пожалуйста, пожалуйста, не надо, Роман. Прошу тебя, не делай этого, Роман. Если ты не хочешь, чтобы я его убил, тогда вызови сюда врача. Звони быстро. Поняла, поняла, я все поняла. Я позвоню. Да. Это вам звонят из перевязочной. Пришлите врача, чтобы он посмотрел рану. Тут еще один человек, пришел. А ты достань наручники и пристегни себя. Давай. Быстрее. Шевелись. А пока я тут жду врача, пусть меня приласкает твоя чики-чики. Не вздумай прикасаться к моей женщине. Не вздумай. Что происходит? Мне нужна помощь. Проходи. Быстро обработай мне ногу. А не то я устрою тут кровавую баню. Я задал вопрос. Почему этот тип обнимает тебя? Хватит мучить меня своими вопросами. Пандора, мы с тобой обручились. Ты так и будешь ее доставать? Не видишь, что ей плохо? Закрой свой рот. Я не с тобой разговариваю, а со своей невестой. Что тебе здесь надо, Йорди? Почему ты не смелый? Я тебе не какой-нибудь Эльфонс, понятно? Я требую к себе уважения. Все, не ругайтесь. Я вернулся из Европы, потому что был нужен Пандоре. А ты где был в это время? Скажи, где ты был, когда ее мамаша упекла ее в психушку? Таракан. Я тебе морду набью, слышишь? Перестаньте. Хватит вам. Что вы тут устроили? Вы меня достали. Можете хоть убить друг друга, если вам от этого станет легче. Пойдем, Лена. Твою пулю вытащили, так что теперь оставь нас в покое. Заткнись, придурок. В твоем положении не командуют. Пистолет у меня. Рамон, пожалуйста, думай, что делаешь. Рамон, прошу тебя. Готово, но вам потребуются антибиотики. Да? Тогда быстро иди в туалет и сиди там. Быстрее. А ты тупой легавый. Скажи, как вы узнали про груз? Кто вам настучал? Я его точно замочу. Ты бы лучше подумал о том, что остался совсем один. Ты не можешь бегать от нас всю жизнь. Сдайся. А я тебе гарантирую честный суд. Да, да, да. Сейчас. Перебьешься, придурок. И если вы меня когда-нибудь возьмете, то только мертвого. А ты пойдешь со мной, Смогляночка. Роман! А ну, стань! Куда ты меня ведешь? Учти, если ты уведешь Чикенкиру, я буду преследовать тебя. А когда найду, то убью. Болтай, болтай. Говори все, что хочешь. А твою подружку я заберу. Она у меня будет как пропуск. Если мне помешает, я тебе ее верну по кусочкам. Роман, прошу тебя. Чикенкира. Франклин. Пандора была и останется моей. А ты лучше давай, вали отсюда. Не тебе говорить. Тебя маила, только пальчиком поманила, и у тебя сразу слюни закапали. Да что ты ко мне пристал? Чего тебе надо от меня? В чем проблема? Не становись между мной и Пандорой. Усек. Уходи отсюда. Оставь ее в покое. Забудь ее. Это ты должен свалить отсюда недоумок. Надо бы тебе врезать, чтобы ты понял, что Пандора моя девочка. Прекратите забияки. Вы похожи на дикарей. Не вмешивайтесь, Донья Лена. Я должен внушить ему, что Пандору надо уважать. Ну уж нет. В нашем доме и так проблем достаточно. Драки не хватало. Йорди, хорошо, что ты здесь. Пойдем со мной. Привет, Экилис. Что случилось? Представляешь, Рокки убил Нерейду и сбежал. Пойдем. Ужас. Рокки убил Нерейду. Он даже не посмотрел на то, что она была его женщиной. Если он сделал это с ней, он это сделает и с нами, Нимфа. Теперь он будет преследовать нас повсюду, тем более сейчас, когда знает, что мы все расскажем полиции. Теперь уже поздно отступать назад, Джейль. Этот убийца должен заплатить за все. Нимфа, мы все увязли в этом по уши, начиная с тебя. Я его не боюсь. Если хочет, пусть вернется и сам увидит. Я бы, Нимфа, посоветовал тебе побыстрее исчезнуть, пока полиция не схватит этого Рокки. Я не знаю. Так. Спокойно, спокойно. Что тут у вас? Что случилось с этой женщиной? Этот подонок душил ее вот этим проводом. Не надо было оставлять ее. Она еще жива, братишка. Без сознания. Надо быстро ей помочь. Значит, она жива. И она может говорить. Да, но вряд ли она много скажет. Нужно вытащить ее отсюда. Мы должны срочно отвезти ее в больницу. Я сейчас. Вызову скоро. Разумеется, ты не выйдешь отсюда. Ты сгниешь в этой тюрьме, дура. Даже не мечтай. Мы скоро узнаем, кто на самом деле убил судью Гомеса. Я просто уверена, что это ты. Вперед. У нас здесь задержанный. Вы должны его познать. Я никогда в жизни его не видела. Не отпирайтесь, сеньор Олимпия. Я работаю на вас, и вы поможете мне выбраться отсюда. Постойте. Вы линилия? Кто этот человек? Херардо Перес. Мы подозреваем, что это он повредил вертолет, в котором погибла твоя мать. Я всегда думал, что правосудие слишком слепо. особенно для некоторых. Я всего лишь хотел помочь им. Я старался помочь самым обездоленным, самым нуждающимся. Может, то, как я это делал, было неправильно. Но я не жалею о том, что я это сделал. И сейчас я готов заплатить свой долг обществу. Я понял, Севилья. Подпиши здесь, и на этом закончим. Хочешь что-нибудь добавить к своим показаниям? Нет, Мантоха. Если кто и добавит, то это я. Все, что тебе сказал тот человек, неправда. Серебряной лилией всегда был я. А он выдал себя за меня, чтобы помочь мне. Орестес, Севилья мне рассказал, что ты его сын, и захочешь взять вину на себя, чтобы спасти его. Пантоха, это все неправда. Серебряная лилия – это я. И только я один отвечаю за все преступления серебряной лилии. И я знаю, как это доказать. Поверь мне. Полиция будет искать улики, подтверждающие вину Севилья. И когда мы их найдем, ты сможешь оговаривать себя сколько тебе угодно. Но только учти, законы правосудия тебе не обмануть. Ну, так объясни мне, где же здесь справедливость? Получается, что не существует этики, морали и ответственности? Такова земная справедливость. Таков закон людей. Зато там, наверху, сын, есть тот, кто вершит истинное правосудие. Прости. Я не знаю, как мне сравняться с тобой в величии. Не знаю, что мне сделать, чтобы заслужить честь сзываться твоим сыном, капитан. Это что, правда, Вленили? Так это он устроил аварии вертолета, в котором была моя мама. А ты, значит, и есть дочка Эвы Ланс. Твоя мать классно пела, крошка. У меня были почти все ее диски. Закрой рот, Болтун. Тебя об этом никто не спрашивает. Это сделала ты? Это ты его наняла? Сознавайся. Я не имею представления, кто этот сеньор. Ах, нет. Этого типа мы разыскали в баре Кларабоя. Ведь этот притон принадлежит вам, сеньора. Какое мне дело до оборванцев, которые ходят туда напиваться? Я сказала, я не знаю этого типа. Никогда в жизни его не видела. Не обманывай, Олимпия. Ты отлично меня знаешь. Я не буду за эту смерть отвечать отдельно. Этот парень сумасшедший. Это уже ясно. Увидите его отсюда. Меня нанял Рокки, чтобы я устроил аварию. Ты ведь решила уничтожить ту женщину. И хорошо, мне за это заплатила. Вот такая вот история. Господи, как ты можешь так спокойно говорить об убийстве моей мамы? Ты негодяй. Я сейчас задушу тебя собственными руками. Задушу. Пусти меня. Пусти. Нет, нет. Не надо было этого делать, капитан. Они ведь приготовили там засаду. Так вот, учти. Я докажу, что это я, серебряная реля. А ты, ты еще проживешь много лет. И когда я выйду из тюрьмы, мы с тобой, мы с тобой вместе уйдем в плавание на твоем судне. Я клянусь. Клянусь. Нет. Для меня уже слишком поздно. Но где бы я ни оказался, я всегда буду рядом с тобой. С тобой. И с Цоса. Прошу тебя, сын. Береги ее. Хозе. Мор, любимый. Капитан. Я здесь с тобой. Ты преподал мне великий урок. Я никогда этого не забуду. Папа, постой. Зачем ты так? Подожди. Мне надо говорить с ним так, будто прощаешься с ним, потому что капитан не намерен покидать нас, да? Мой капитан, мой герой, он ведь сильный мужчина. Он выживет и будет с нами. Послушай меня, земля. Не сдавайся. Потому что твоя миссия на земле не закончена. Орест, смилый. Не нужно. Пусть уйдет с миром. Смирись. Смотри. Смотри. Он совсем не страдает. У него на лице улыбка. Посмотри. Хосе Мануэль Севилья покидает этот мир. Нет, я не смогу смириться с этим. Судьба не должна так зло шутить надо мной. Я ведь только что обрел тебя. И не хочу потерять папа. Какой яд течет в твоих венах, негодяй, что ты решился убить такую благородную женщину, как моя мама. Не подходи, потому что я... Мерзавец. Пусть она не подходит ко мне. Ты отнял ее у меня. Мама мне сказала, что вернется за мной, чтобы я ждала ее. А ты ее убил. Я всего лишь выполнял поручения этой женщины. Она виновата, как и я. Вот и вся история. Я не виновата в том, в чем он меня обвиняет. Я думаю, этот тип убил Эву из ревности. Может быть, он был одним из ее любовников. Заткнись. Это неправда. Моя мама была достойной женщиной, а не такой дешевой проституткой, как ты. Моя мама всю жизнь оплакивала смерть моего папы. Прекратите. Хватит оскорблять друг друга. Я привел сюда задержанного, чтобы вы его опознали. Я так и знала. Мое сердце меня не обмануло. Я была уверена, что ты причастна к смерти моей мамы. Ты у меня отняла самое дорогое, что было в моей жизни. Валентина, 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 ты что? Что с тобой, Валентина? Валентина. Это самый дорогой подарок в моей жизни. Это так приятно. Услышать, как ты говоришь. Слово. Папа. Веленуэва. Вот это две моих любви. Я знаю, ты позаботишься о них. Ты ведь... Ты один мужчина на этой земле. На кого я могу их оставить? И спокойно уйти. Соса. Не печалься, мой ангел. Я тебя люблю. И я буду... Буду ждать тебя. Орестес, сын. Разреши серебряной лилии уйти со мной. Я грабил, чтобы помогать бедным, потому что я не знал другого способа жить. У тебя не так. Ты учился. И ты можешь найти способ помогать людям, не нарушая закон. Ищи свой путь, сынок. Ищи свой путь. Я ухожу исполненной гордости. Бог свидетель. Счастье это великое чудо. Одно только мгновение. И я забыл всю боль своей жизни. Всю. Сынок. Храни тебя, Господь. Папа. 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 На русский язык фильм озвучен компанией Zone Vision по заказу TNT. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...